Кризисный центр для ребенка. Здравствуйте. А сейчас кто рядом с тобой? В безопасности? Из них стали реальными консультациями в очной форме. Это около 700 человек. Происходит где-то 4-5 сессий с ребенком, консультируем, а потом встреча с родителем, где обсуждаются результаты работы, даются рекомендации. В кризисном центре телефон стал разрываться во втором полугодии 2016-го. На шквал звонков повлияли выездные мероприятия в школах Владивостока. Беседы проводили анонимно психологи и психотерапевты. Уже протестировано около 800 учеников с 5 по 11 классы. Ответы обработаны, составлены рекомендации. Результаты будут озвучены в начале февраля на межведомственной краевой комиссии по делам несовершеннолетних. Когда вас обижают, вы стремитесь во что бы то ни стало доказать обидчику, что он поступил неправильно. Очень часто отвечают положительно на этот вопрос. Иногда вам кажется, что вы вдруг сделали что-то скверное или даже хуже. Этот вопрос тоже очень часто получают положительные ответы. Звонят на федеральную линию по разным причинам. Из общего числа за год 30 звонков от подростков на грани суицида. 38 от родителей по этой же теме. Есть история о насилии в семье, педофилии и жестоком обращении в кругу сверстников. Специалисты не просто успокаивают собеседников и дают советы, но и взаимодействуют силовыми структурами. 53 извещения уже переданы полицейским. В 30 случаях завели административные и уголовные дела. Был в рабочий день, когда психологи взяли трубку, и мальчишка убежал. Это был уссурист, убежал из дома побитый. Ему угрожал отчим постоянно, там очень непростые сложные отношения в семье. Вот он шел, плакал, не знал, куда ему пойти. Пока с ним разговаривала в течение часа психолог, мы параллельно организовывали операцию спасения ребенка. В этот день ребенок был размещен в реабилитационный центр в уссуристке. А бывают и звонки молчания. Подростки шутят, звонят на 8800 даже на школьных переменах. Но и в таких случаях ни один из психологов не положит трубку. Мы с ним будем разговаривать, мы будем провоцировать его на какой-то откровенный разговор, расположить его к себе. Я хочу сказать, что когда звонит компания подростков, там они развлекаются, начинаешь с ними разговаривать согласно определенному алгоритму в таких ситуациях. Они очень часто откликаются, действительно вступают в настоящую беседу, что-то рассказывают, в каких-то тревогах своих и так далее. Подросткам или их родителям могут оказать юридическую помощь. А после консультации дальнейшей судьбой подростков психологи обязательно интересуются. Обратная связь – одна из главных задач в работе кризисного центра. Валерия Белоус, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.